микробы бактерии вирусы грибки плесень информация с которой я хочу поделиться взята из глубины книги владимира пятибрата за его высказывание на форуме стезя вечи также переписка и так процесс освобождения из-под контроля судьбы можно начать лишь реально физиологически очистившись от заразы скверны микроскопических роботов бога который терзает нашу душу и тело но сначала нужно осознать свое положение рабов кукол иначе незачем и нечего освобождаться смерть это излечимое психофизическое хроническое заболевание вызванная вирусной инфекцией на сегодняшний день 95 процентов людского генома кладбища вирусов активных пока неактивных но не следует думать что псевдогены вирусы не является носителем генетической информации это гены и сюрпризы для так называемого человечества дочерей бога на сегодняшний день ученые при исследовании зарегистрировали что человек по генотипу и количеству хромосом близок банане и мухи в нашей душе книги жизни 95 процентов не от человеческих генов их места забиты псевдогенами вирусами которые ждут своего часа а вы думали куда девается вирус гриппа герпеса гепатита и так далее новая реальность предстала нашему взору с микроорганизмами и симбиотами и паразитами в наших телах она явилась нам целым миром микробов в окружающем пространстве как неизбежное нормальное явление болезни и скорая смерть от старения деградации клеток от паразитарной депрессии вирусного внедрения в генетический аппарат стало считаться логическим завершением жизни биологическое бессмертие как явление и вовсе было официально запрещено на тысячи лет реагиозными и научными догматами созданными силой луны сами же бессмертные представители человечества были практически полностью истреблены и сброшены в подземный мир в оскверненном зараженном мире все управлялось извне через неисчислимые легионы микромашин оживленных биосферу это внедрение дало возможность обеспечить тотальный контроль над урожайностью через заразу живущую в почве и растениях управление климатом при помощи летающих типов микробов также стала реальным инструментом власти над миром в руках небожителей так при помощи кнута и пряника вездесущей судьбы боги строили свой мир мир не человеческих хищнических отношений теперь в богом мире беспамятстве живут и умирает миллиарды живых существ одержимых микроорганизмами позднее под конец двадцатого века в 1989 году некоторые ученые такие как в пску life и другие выступали с интересными результатами своих исследователей исследований вот некоторые факты и выводы ученых движение бактерий есть результат вращения жгутика посредством миниатюрного электродвигателя сделанного из нескольких молекул белка эти молекулы образуют базальное тело с подвижно закрепленным жгутиком движителем ротор мотора приводится в движение потоком ионов h плюс или на 3 плюс из окружающей среды снаружи внутрь бактериальной клетки напряженность электрического поля двигатели как оказалось достигает 200 киловатт на сантиметр в своих работах ученые демонстрировали микрофотографии схематичные чертежи наномоторов различных бактерий затем в прессе демонстрировались и фотографии бактерий оснащенных электродвигателями с треххлопастными винтами и шарикоподшипниками на ребном балу но ученые читатели лишь ахали восхищались этим поразительным явлением природы их научная мысль была не силах вырваться за барьер судьбы в биохимии я увидел там рисунок изображающие во всей красе бактериальный жгутик и все составляющие его отдельные детали это были винт пропеллер крюк ведущий вал и двигатель когда я на это все смотрел я сказал себе да это же лодочный подвесной мотор и он явно сконструирован такой механизм не может возникнуть случайно сам по себе реакция вихи была неудивительной ведь каждый двигательный нерв обеспечивающие перемещение бактерий в жидкой среде имеет сложную конструкцию в которую тесно увязаны несколько отдельных механических деталей эти составляющие можно увидеть если увеличить отдельные участки клетки в 50 тысяч раз биохимики использовали подобные микроснимки для идентификации всех деталей трехмерной структуры жгутикового двигателя то что они увидели было подлинным чудом инженерной мысли в миниатюре ковард берг из гервардского университета назвал этот двигатель самым эффективным механизмом из всех существующих во вселенной некоторые из этих механизмов работают со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту они настолько четко сметированным сенсорным механизмом то есть системы для передачи сигналов что даже имеет обратную связь с окружающей средой даже несмотря на очень быстрое вращение около 100 тысяч оборотов в минуту они могут мгновенно остановиться достаточно лишь четверть оборота для их полной остановки и изменения вращения с той же скоростью нужно в обратном направлении и так же как и подвесные логичные моторы они имеют некоторое количество составляющих и деталей необходимых для работы двигателя в целом бактериальный жгутик имеет своеобразный мотор работающий на энергии протонов коробку скоростей с водяным охлаждением и с двумя скоростями вперед и назад здесь можно обнаружить статор ротор универсальный шарнир карданный вал двигатель все эти части мотора функционируют как единое целое дело здесь не в названиях самих механизмов а в тех функциях которые они выполняют управление ростом растений модуляция растительных паразитов-симбионтов поведением животных человека осуществляется как вы уже слышали очень просто через микробы паразиты симбиоты и прямое дистанционное воздействие программа судьбы матрицы выполняется именно через бактериальный интерфейс вся основная энергетика клетки не считая электронной электро ионной накачки ионами вырабатывается и регулируется при помощи специфических микрочипов процессорами энергопитания невольника называют их селениты а на языке графеев медицины это митохондрии митохондрии поддерживают необходимую температуру тела у людей и животных нужную для паразитов образующих комплекс различных механизмов тормозящих нервную систему человека это так называемая иммунная система не допускает формирование естественного электроплазменного одноклеточного щита блокирует эффективность схемы процессов обмена веществ специальные микробы лизосомы разрушает клетки человека ферментами и кислотами для кормления паразитов это происходит из случае нарушения клеткой принципа подчиненности к системе перехода на саморегуляцию как впрочем считалось что митохондрия это исключительно добрая вещь ласковая пушистая мало кто говорил что практически клетка ими набита под завязку не так как нам говорят учебники биологии 1 2 а бывает тысячи десятки тысяч митохондрии в одной клетке это вообще безумие какая-то может быть жизнь весь их цикл поведения вкладывается исключительно в паразитарные рамки тем более очень часто очень четко известно что они являются родственниками вальбахи что и те и другие и митохондрии и вальбахи своим происхождением обязаны женщине что только женщина передает является разносится и вальбахи и митохондрии потому геном прослеживается по матери по митохондриальному а то что вальбахи более активной агрессивной формы является очень родственными митохондрии только обладающим гораздо большими большими способностями и возможностями в частности по контролю над мужской популяцией вальбахи или видоизменяет пол или уничтожает его практически сводит к нулю или рождение или здоровые осмы мужские то есть по сути дела генетическая бомба лизосомы макрофаги лимфоциты и другие твари убивает клетки человека для постоянной замены на более дефектные клетки с генетическими ошибками это и есть старение эта дорога на кладбище микробы живут внутри нас размножаются постоянно требуют жрать им хочется наркотиков сильных ощущений секса через рефлекторные механизмы они наказывают нас за непослушание и невыполнение своих заказов человек чужой на этом празднике жизни как православный мужик синагоги своем собственном теле мы не хозяева только специфические вещества империлы это душе имитирующие вещества подобные морфию и любым другим наркотикам и токсины способны затормозить процессы энергообразования в клетках нарушить связи в нейронах мозга замерить скорости передачи сигналов лишить бездонной памяти основная причина приводящих таким последствиям попадания во внутрь тела носителей чужеродной информации и микромашины способны привести к изменениям генетическом аппарате изуродовать и отравить тело возможности вирусно-трихомонадного комплекса в построении органов и белков огромна трихомонады способны вынимать критически вашего тела и заменять их своими они буквально на ходу звут подметки большая часть органов тела людей чисто их лапах дело мы этих слуг господа бога впитываем с молоком матери разрушаясь и сгорая в огне людской жизни лишь некоторые некоторые гены днк и кое-что в голове только это нас связывает с бессмертной юностью человечества нашими предками братьями ангелами в телах современных людей за разрешенными судьбой возможностями обменом веществ энерго информационным обменом следить так называемый комплекс иммунная система управляется судьбой блокирует всю входящую в мозг человека информацию не давая ему сформировать личные представления об окружающем мире иммунная система не дает шансов на развитие тела и мозга человека она ведет дорогой инволюции врождение и деградации эта система оставляет только один процент на все каналы общения мозга с внешним пространством лишает человека доступа генной памяти иммунная система это одно из изобретений бога которая якобы защищает от микробов от микробов но это далеко не так с ее помощью микробы симбионты контролирующий организм борются со своими конкурентами управляет клетками тела ведут его гибели эта система создана бактериями бога как уздечка эта цепь сделана из бактериогенных морфиноподобных веществ на которой мы сидим до самой смерти подобных тормозящих систем в организме несколько нужно очистить днк от якобы генов по эталону рода выбросить митохондрии это встроенная днк утилита сканирования и восстановления наш жизнь это лишь патологический обмен веществ чужеродного бактериальный иммунитет поведение контролируемая через морфиноподобные вещества наркотики которые синтезируют посреднические механизмы в мозге мозги также их выделяют эндокринная система и колонии микробов ученые запугали вас сложностью этих понятий программа судьбы матрицы выполняется именно через бактериальные интерфейсы вся основная энергетика клетки не считая электроионной накачки ионами вырабатывается и регулируется при помощи специальных микрочипов это митохондрии есть рассекреченные работы об альтернативных функциях митохондрий они не только вырабатывают атф но и с большим успехом поглощает атф с выделением тепла токсинов и свободных радикалов уровень морфиноподобных веществ в головном мозге в момент глубокого сна отличается от бодрствования на каких-то пару процентов люди всю жизнь живут во сне во время сна электрическая активность организма падает реальный опыт накоплены за день подменяется виртуальным псевдо опытом во время сна в организме формируется временной отчет жестко привязаны к суточному ритму во время сна беззащитный организм теряет миллионы клеток ваше сердце сосуды и другие органы нагло жуют микроскопические монстры во сне люди стареют и готовятся к смерти многие не просыпаются вовсе по поводу микробного железа в организме человека получены новые данные специалистами школы медицины университета нью-йорка нью-йорк университете school of medicine которые провели первое масштабное исследование бактерий постоянно обитающих на человеческой коже у обычных здоровых людей используя новейшие методики генетического анализа образцов авторы работы установили что на коже здорового человека обитает почти пара сотен видов бактерий автор отмечают что общее число микробов в нашем организме превышает в несколько раз число его клеток между тем биологи еще далеки от полного понимания и составления исчерпывающего каталога бактериального сообщества человеческого тела ученым известны лишь самые распространенные микробы встречающиеся на коже ликви к примеру желудочно-кишечном тракте думаю что это заставит задуматься некоторых борцов с паразитами что приходится бороться уже практически с собой в кавычках со своими органами ведь это колоссальное бактериальное сообщество которое не висит мертвым грузом в теле эти микромашины давно перехватили и подменили собой почти все институты жизни в организме людей животных растений я не ошибся говоря говоря об устойчиво патогенных состояниях в организмах о гомеостазе это динамическое равновесие химического состава а внутренней среды в процессе непостоянства химического состояния внешних питательных сред у различных организм организмов практически незыблемый химический состав околоклеточной и внутриклеточной среды продиктован продиктован паразитарным и симбиотическим сообществом маномира нынешний гомеостаз это устойчивая преступная патология ведущая к смерти еще на заре великих открытий в медицине ученые заметили что нарушение гомеостаза без разрушения организма приводит к удивительным метаморфозам происходит изменение метаболизма и идеологии конструкции основаны на мозговой и генетической саморегуляции у высших видов наблюдается оба фактора простые дифференцированные клетки устремляется к идеологии и конструкции стволовых более идеальных сверх скоростных клеток наблюдается несвойственные виду способности к регенерации радикально изменяется продолжительность качества жизни растение переходит к неполовому вегетативному существованию без порогов к существованию в невероятных условиях для жизни отсутствие допустим плодородной почвы низкой температуры не бывает добрых микробов симбиотов паразитов они все до последнего антагонисты человека не бывает человеческой иммунной системы не бывает дифференцированных клеток управляющихся из ядра структурами днк клетки давно управляется на 90 98 процентов из удаленного источника в ближнем космосе весь организм пропитан морфиноподобными веществами вопреки устоявшимся понятиям западной психиатрии я могу сказать что в природе человека генетики отделенной от скверны нет стремления к убийству порабощению сексу насилию смерти нет преступников подонков убийц есть оскверненные и малодушные люди у не оскверненного человека не бывает психических заболеваний и других пороков неадекватное поведение как мы уже уяснили является следствием заражения микроскопическими чипами чудесами враждебной техники микробионики микробами и вирусами психика людей рожденных законным способом неустойчиво она очень зависима от химического воздействия различных наркотиков внутреннего и наружного происхождения она напрямую зависит от микробно-биохимических факторов воздействия и активности различных ретро вирусов псевдогенов например генов гомосексуализма шизофрении власти как вы уже слышали эти божьи твари попадает в наше тело при половом зачатии и вынашивании серой сборки затем ярмо секса и национальная кухня женская стрябня доводит человек окончательно до скотского состояния чтобы продлить себе жизнь надо есть низкокалорийную пищу опыты над животными и насекомыми показали отмечают в совместных публикациях газета газета mond и журнал nature это продляет жизнь на 50 процентов тела живых существ пища сгорает в в телах живых существ пища сгорает во внутри клеточных энергостанциях в митохондриях которые вырабатывают пищу для клетки а тф но одновременно они вырабатывают свободные радикалы радикалам для стабилизации нужны электроны которые не извлекает из первых попавшихся молекул организма этим митохондрией наносит нам непоправимый ущерб организм поэтому чем меньше получат калорий эти органеллы мерка митохондрии тем меньше вырабатываемых радикалов и прероксидазы по материалам российской печати бога интересуют любящие рабы они романтики рабы по духу и он умеет их воспитывать у него есть хорошее лекарство с которым и вы наверняка знакомы да это перепродившие на влагалищные закваски великая богиня жидкость ароматная мочаю микроорганизмов древнее человечество только-только поднявши голову после войн и оледенения было поставлено перед выбором смерть или глобальное хмельное застолье с постоянными тостами молитвами во славу и здоровье богов и богинь осознать как этот инструмент судьбы вино плотно записался в генокод человечества не вникая в генетику и очень трудно и то есть жидкая постепенно смерть рода в него брак зим их мутациях эта жидкость романтично соединенные сексом табаком сила власти жидов производители и продавцов чародейской жидкости мутации вызванные в генах сексом и горячительной жидкостью не отрастят у вас хвоста вы их можете не заметить просто потеряете последние человеческие качество станете довольными анусородами зубастиками во время позднейший ассимиляции секс-обработкой человеке от активации вирусов и микроорганизмов сильно мутировали адаптируясь к среде обитания находя низших теле природы под свою слабость и несовершенство одни люди краснели другие чернели третьи же в теле мутируя они разделялись на разные расы нации народа стоит один раз родиться женщины и потом до самой смерти на всю жизнь ваш организм становится для всей заразы как проходной двор как еврейская коммунальная квартира любые бактерии и вирусы вошедшие в тело человека не просто находится там в гостях они начинают нам хозяйничать эти гости как албанцы любой национальности попав на интересующую их территорию формируют и модулируют иммунитет они живя в теле людей защищает свои юдейские интересы мужчинам от матриархального периода досталось по взрослому их тело унаследовало до 80 процентов женских органов органелл и клеток это митохондрии изосомы ряды опятных рецепторов на все виды наркотиков и пороков иммунную систему с ее кошмаром и так далее вплоть до яичников сосков молочных желез пупка смешиваясь с генотипом мэнов на протяжении тысяч лет женщины все же обретает человеческие качества но их основное поведение также определяется судьбой как и тысячи лет назад то что женщины рожают детей для поправки своего здоровья знают многие я наблюдал материалы съемки с помощью специальной аппаратуры во время родов буквально тучи микроорганизмов отделяется от тела роженицы они обволакивают медиках осаждается на вещах это страшное зрелище всяк так всяко постель на которой она ляжет во все время истечении своего будет не чиста подобно как постель продолжения чещение не всякая вещный который она сядет будет честа качество это все время очищение и все эти кто придаснется к entscheiden будь не чист ты должен вынуть одежды своим мыться водой не чист будет до вечера, а когда она освободится от истечения своего тогда должна отсчитать себе семь дней и потом будет чиста. Восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей принесет их к священнику к входу с киней собрания и принесет священник одну из птиц жертву за грех а другую во все сожжение и очистит ее священник пред Господом от истечения видите как серьезно было у евреев с женским вопросом а вы все стонете, любовь, любовь любовь это болезнь передающаяся половым путем после потери генетической памяти о прошлом мы перестали замечать, что жизнь после утраты клонирования стала больше похожа на болезнь передаешься половым путем это лишь наша жизнь лишь патологический обмен веществ чужеродный бактериальный иммунитет поведения, контролируемые через морфиноподобные вещества наркотики которые синтезируют посреднические механизмы в мозге также их выделяют эндокринной системой колонии микробов секс это тема для изучения проблем гипнотического транса психопатологии и экзорцизма половой член это нейронаркотический гормональный разъем это веревочная лестница для вражеских микроорганизмов как говорят девушки важна не толщина и длина а душевные качества жертвы об этом вам скажет каждая вторая дива через этот волосатый разъем происходит настройка работы мозга мужчины загрузка тела ядами и нечистотами с последующим переселением к другой диве через пятую пень колоду во время полового акта головка полового члена начинает работать с отрицательным давлением так же как прямая кишка всасывает питательные вещества и токсины и скаловых масс бывшей еды в этот момент женщины отдают свою пищащую любовь очищая себя от излишков заразы судьба синхронно впрыскивает в кровь дивы, аватары и ее пациента поощрительную дозу наркотика зазывая на призовую игру ведь участники этого акта генетического вандализма должны делать это всегда, вечно до смерти, выполняя монотонные ритмичные движения дивы используют мужчин как доноров генов и как резервуары для отселения микробов в процессе полового акта вы просите меня вспомнить про детей а детей женщины способны рожать и сами такие факты в медицине имеются, но скрываются особенно часто появляются случайные девочки как это происходит у многих животных просто в людских семьях часто такие мелочи не замечаются восстанавливая свою психику и поправляя здоровье в процессе полового акта для отселения микробов они просят сделать им ребеночка когда наваливаются микробы и сил организма вилы не хватает то бывалые тетки помогают молодому бойцу советом тебе девка родить ребеночка надо а то совсем больная из-за паршива гнойниками родишь, сдоешь ему своего молока и поправишься старайся кормить ребенка подальше совет бывалой женщины так называемая серая сборка человека производится на базе яйца женщины со специальными программами и органеллами ДНК человека при половом зачатии как полноценная система разрушается лишь только его часть переносится сперматозоидом в яйцо где и начинается сборка нового организма яйцо в процессе развития превращается в плаценту там в человека при его росте и сборке имплантируются миллиарды опятных рецепторов и вставочных нейронов это делается для воздействия на человека наркотическими агентами которые отключают электрическое управление телом бросая его в гормональный и иммунный ужас электричество опасно для симбиотических микробов и контролировать шибко умный электрический организм очень трудно в таком теле властвует его хозяин мозг вещества через которые ныне управляется тело и мозг это гормоны, феромоны, бактериальные и эндогенные опиаты эндорфины, энкефалины и так далее симбиотические женские бактерии слуги яхве получают в клетке и организме постоянную прописку в ДНК при помощи вирусов вспомним легендарные открытия американских ученых типа найдены гены гомосексуализма, рака и так далее ген, препятствующий регенерации нервных клеток ген сифилиса и тому подобное какой ген еще найдут эти предатели человеческой расы? неужели они так тупые и не понимают что они исследуют не гены а всего лишь внедренные в ДНК вирусы вирусы присутствуют в нашем генетическом аппарате с момента появления пиписичной любви Вани Дурачка к лягушке-царевне чем они занимаются внутри нашего тела? они занимаются богоугодным делом они работают все эти чудеса творятся с нами в период полового созревания и еще до рождения в маточном пространстве околоплодная жидкость это рассадник заразы это дом-бассейн для вирусов, грибов и бактерий при половом зачатии максимальные мутации в ДНК и загрузка нового организма заквасками, микробами заложены в программе женщины в процессе выкармливания как говорится впитал с молоком матери организм дополнительно загружается вирусами, грибами и бактериальными токсинами и так далее по исследованиям ученых, молоко женщины это необычайно токсическая жидкость ведь не секрет, что молочная железа всего лишь видоизмененная потовая железа и ее функция выделения из организма токсичных отходов вокруг соска кормилицы постоянно активны разные микроорганизмы и вирусы которые тоже попадают в организм ребенка по своим негативным качествам женское молоко близко к козьему выделению но безусловно это чудо-оружие превосходит все остальные типы молока есть документальный фильм, не помню как называется, BBC про рождение ребенка, про организм человека в частности больше там про рождение так вот там говорится, что когда ребенок рождается и проходит через материнское влагалище то все те бактерии, которые там есть они будут сопровождать его потом всю жизнь так, далее тело ребенка в процессе вынашивания и выкармливания нашпиговывается всякой дрянью, иммунобактериями которые правят нашим телом и сознанием провожая до самой смерти результат общей работы любви над человеком на лицо буквально большие, больше половины используемые части генома это вирусы, псевдогены вирус и яд на латыни при таком натуральном способе рождения и воспитания не происходит передача информации от отца к сыну которая происходит при колонировании какой там, тут не до жиру быть бы живым ребенок, родившийся с одного места ничего не помнит, не умеет учиться приходится с нуля это лишь верхушка айсберга проблем людей, рожденных от женщины только письменность, медицина и техника как-то позволяют выкручиваться в этой ситуации на планете но мир человека и человеческих отношений медленно умирает полового созревания не существует просто раскрываются споры и цисты, заложенные матерью они зовут молодых людей под новый контроль другой женщины с новым набором более сильных мутагенов сексуальное рабство мужиков, особенно в супружеском браке вещь политически необходимая это важное условие для того, чтобы жить в мире судьбы и ее личных тряпочных богов все без исключения рождены от Пандоры на это указывают наличие иммунной системы митохондрий напоминаю, у этих энергостанций не человеческая ДНК а ДНК ройдов на это указывают наличие иммунной системы митохондрии, лизосом и других факторов внеядерной наследственности и поведения которые передаются только путем заражения по материнской линии на это также указывают неэлектрическое, а как в норме у предков управления организмом так, не бывает добрых микробов, симбиотов, паразитов они все до последнего антагонисты человека не бывает человеческой иммунной системы не бывает дифференцированных клеток управляющих из ядра структурами ДНК управление перехвачено чужими клетки и управляется на 98% издаленного источника в космосе весь организм пропитан морфиноподобными веществами помещен во временную матрицу в организме человека просто засверена и внедрена целая дополнительная система типа кровеносной то есть если его раскрасить, то у него достаточно большой жвак проводов будет виден например в желтом цвете то есть организм буквально пронизан системой, подобной кровеносной, лимфатической но у него нет сердца обмен и циркуляция этой жидкости происходит под воздействием луны каждые 12 часов каждые 12 часов происходит циркуляция этой дряни в идеале это должна быть практически дистиллированная вода с какими-то минералами как и околоклеточная жидкость а у нас там в этой херне плавают миллиарды всяких разных дряни всяких нанороботов, всякие иммунные тела, иммунные клетки которые как принято считать занимаются защитой организма он на самом деле занимается всякой деятельностью, которая скорее связана с тотальным контролем подавлением, уничтожением, разносами, развитием инфекции ну например поглощает макрофакий, лимфоцит, какую-нибудь инфекцию и все думают вот он ее сожрал, а она там живет, размножается ездит на нем, распространяется по телу благодаря этой всякой дряни то есть такая очень неоднозначная конструкция тем более давно еще в советских времен, когда еще отношение к ним было однозначное тем не менее было известно, что 99% информации об окружающем мире у нас блокируются иммунные системы спрашивается что это? спрашивается это же инфекция, зачем нас нужно блокировать от информации у женщин микробы наниты живут как симбиоты а у нас как паразиты они вызывают у нас инфаркт, инсульт, старение, безумие и сотни тысяч разных заболеваний вот такую шутку с нами пошутили ройды созданные ими боги ведь эта информация она есть и в мифах во всяких различных преданиях народу взять ту же Блаватскую которая там говорила что не помню вторая или третья раса были бесполыми а потом произошло разделение на полы ну как бы само собой произошло ну само собой ничего не бывает как Билл Петров даже лапша не может подорожать сама собой кто-то делает это кто-то разделил а например греческий миф о Прометее все как бы знают этот миф да там Прометей украл огонь его наказали и все а я и сам не знал что как Прометей это наказал здесь не Прометей вернее людей то есть Прометей приковал к скале потом якобы красил его там а людям дал в наказание первую женщину Пандору кто-нибудь знал это посмотрите греческий миф и причем не просто и узал да а с ящиком Пандоры ну все тогда вопрос кто были тогда люди а ящик Пандоры ну вот и были все эти вирусы бактерии нано роботы все в принципе объясняется все есть в культуре здесь очень важно понять один факт который к сожалению очень часто умалчивается с собой и вообще в литературе все дело в том что вирусы не живые организмы вирусы это микро-робы или микробы вирусы они не обладают способностью к переживанию у них нет процессов патаболизма это всего лишь ну какая-то такая форма спора внутри которой находятся только молекулы ДНК и все так вот она подсоединяется к молекулу ДНК причем это происходит случайно это как будто бы кто-то чихнул да и этот вирус попал в кожу соответственно потом внутрь поры в рот и так далее вирус достаточно маленький и что самое удивительное что он паразитирует не только на нас он паразитирует также на бактериях на паразитах от гребеках потому что это очень маленькое существо вот она попадает в сиденье это есть только у гребеков вот почему гребеки вызывают злокачественную опуху теперь мы сами рассмотрим дальше следующий этап у нас идут бактерии бактерии тоже наносят вреды наверное вы знаете о том что есть бактерии как нам говорят ученые благоприятные для человека есть бактерии неблагоприятные для человека которые оказывают результатные действия на самом деле все они вызывают результатные действия если мы с вами рассматриваем человека как энергетическую единицу бактерии бывают разных типов они бывают круглые как палочки они бывают спиральные, другообразные это в принципе имеет значение мы с вами на примере рассмотрим допустим что она у нас по бактерии вот она бактерия у нее здесь вот так вот губитина находится чем причатаны нам бактерии это единственное исключение подчеркивает единственное исключение, что в бактериях существует молекула ДНК, так же как у всех организмов, но она заканчивана. Всех других организмов молекул ДНК выглядит как стираль. У бактерий и только у бактерий она выглядит как кислая система. Здесь интересно посмотреть о том, что вот этот узел выглядит как настоящий механизм. Если вы тоже посмотрите в учебник, в биологии вы тоже сможете это найти. Механизм очень интересно работает. И благодаря этому механизму бактерия осуществляет ту функцию, которую, к сожалению, темные боги у нас отняли. Вот он этот бутик, где здесь у нас идет очередная прокладочка и соответственно мембрана, вот эта часть мембраны клетки. Здесь установлен еще один механизм с таким штырочком. Вот этот штырочек продуцирует электрический ток. Система работает абсолютно так же, как и любые наши электростанции, ветреные станции, ветреные станции. При вращении этого жмутика происходит трение в этой системе и образуется электрический ток, который поступает напрямую в этот облазм. Это и является источником энергии для бактерий. Если вы помните, я вам рассказывала, что изначально, когда люди питались энергией космоса, они питались таким же образом. Они получали энергию напрямую через чакру, в систему бактерий, на такой функции нет, напрямую в цинтоплазму. Что же произошло? Почему мы сейчас вынуждены питаться растительными, долговыми вещами? Почему мы не способны, ну, по крайней мере, теоретически мы способны, практически очень сложно выйти, потому что она есть, хотя это нормальный, естественный функций для полчеловека. А вот здесь нужно посмотреть, на одну интересную составную часть нашей клетки. Я сейчас вам нарисую нашу клетку. Опять устанавливаем ядро, опять у нас молекулы ДНК. Защитное покрытие сперматозоидов, двигатель и хвостовая часть соединяются как при сборке сложнейших механизмов, поочередно вкладывается одно к другое. То, что возникает в результате процесса сборки, является подлинным шедевром конструкторской мысли. Созерцая этот дезукоризменно функционирующий механизм, человек, осмышляющий, задумается, как действуют эти бессознательные клетки, откуда они знают, как создать сперматозоид соответствующей формы, ничего не ведая о материнском организме. Как они научились создавать броню, двигатель и хвост, который понадобится сперматозоиду при движении в материнском организме? Посредством какого логического рассуждения они составят вместе в необходимом порядке все эти компоненты? Откуда клетки знают, что сперматозоиду понадобится фруктоза? Но как они научились строить двигатель, работающий на энергии от фруктозы? Абсолютно очевидно, что существует лишь один ответ на все эти вопросы. Сперма и семенная жидкость, в которую она помещена, были специально сотворены Всевышним разумом, Аллахом, для продолжения человеческого рода. Профессор Швад Багун, бывший заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Станкт-Петербургского университета, так описывает это особое предназначение спермы. Клетки спермы или сперматозоиды производятся в организме церкви, но функционировать начинают лишь в организме матери. И с самого начала мира, за всю историю человечества, ни один сперматозоид не мог вернуться обратно в организм отца после выполнения своей задачи в организме матери, чтобы рассказать оставшим секретам о проделанной миссии, о трудностях на пройденном пути, о том, какова была их задача. Продолжение следует...